Сегодня на первом канале новая серия многосерийного художественного фильма «Возмездие». Одну из главных ролей Полины сыграла замечательная актриса Наталья Антонова. И сегодня она гость нашей студии. Наталья, доброе утро. Доброе утро. Я рад вас видеть. Наташа, у нас есть небольшой фрагмент этой картины. Давайте его посмотрим. С удовольствием. Максим, ну перестань меня снимать. Я ужасно выгляжу. Только проснусь. Посмотрим, что ты скажешь лет через тридцать, когда увидишь эти кадры. Какие цветы. Максим. Почему столько цветов? Ты чуть не проспала. Самый важный день в нашей жизни. Сегодня ровно год, а как мы узаконили нашу любовь. Сегодня же 6 ноября. Да, да, да. Максим, спасибо. Ты самый прекрасный муж на свете. Я люблю тебя. Наташа, на долю вашей героини Полины выпало немало испытаний. Можно сказать, что она сильная женщина? Да, можно сказать, что она сильная женщина с характером, я бы так сказала. Часто не помогает главному герою своему, а мешает. И я была не согласна в многих местах с ее поступками. Ну вот, пыталась найти правду в своей героине. Надеюсь, нашла. Вам пришлось перекраситься в блондинку. Легко пошли на этот поступок? Легко, с большим интересом. Вообще, обожаю свою профессию за возможность меняться. Вообще, вы любите экспериментировать? Обожаю, да. Если бы сказали постричься, я бы подстриглась. Вот, другое дело, что... А наголо, если бы сказать? С удовольствием. Вообще, люблю хулиганить, в хорошем смысле слова, и люблю экспериментировать. А как близкие ваши, вот как сыновья отреагировали, увидев маму блондинку? Ну, я сама испугалась по утрам долгое время. Не могла привыкнуть, видела другую женщину в зеркале. Но дети просто не узнали меня. Вот. Какая-то тетя в белой шапке. Потом привыкли. А как муж отреагировал на новый облик? Ну, он вообще относится с большой терпимостью к моей профессии, с иронией, с пониманием. Положительно, позитивно. А сколько по времени снималась картина? В общей сложности мы работали над этим проектом где-то 3,5 года. Почему так долго? Ну, во-первых, мы отсняли 6 серий, и нам всем показалось, что требует продолжения. Получается так, что моему младшему сыну было 6 месяцев, когда я начинала этот проект. А вот сейчас ему исполнилось 4 года, и наконец-то на экранах вышел фильм «Возмездие». Герою снятся вещи и сны. А вы вообще верите в вещи и сны? Верите в мистику? Вот я, в общем-то, не суверенный человек, а мне порой самой часто снятся вещи и сны. Что вы говорите? Да. Мои дети мне снились, еще не родившиеся. Поэтому я могу с уверенностью сказать, что да, мне снятся вещи и сны. Ну вот, не родившиеся дети. Да, я видела их. У вас же их трое. Да, три сына. Это значит, вы видели три вещих сна. Три вещих сна, да. Или сразу в одном сне вы видели всех троих? Нет, по очереди. По очереди? Наверное, очень ждешь, мечтаешь о ребенке, и он тебе снится, так хочешь его увидеть скорее. Больше вы не видели? Больше, пока нет. Пока нет. Наташа, вы замечательно выглядите. Вот, вот, вот. Спасибо. Да, Бог и дальше так же выглядит, замечательно, быть такой же очаровательной. У вас есть какой-то секрет своей красоты и молодости? Секрет такой простой. Я невероятный оптимист. Что бы ни происходило, я стараюсь посмотреть на любую проблему с точки зрения, что все будет хорошо. И желаю всем... То есть для вас стакан наполовину полон, а не наполовину пуст, да? Да, да. И, наверное, самый главный секрет для любой женщины – это любить и быть любимой. Это замечательно. Наверное, в этом мой секрет. Сегодня мы с удовольствием будем смотреть очередную серию. Спасибо. Ваше пожелание нашим телезрителям? Я хочу всем пожелать веры, надежды и любви. Любите и берегите своих близких. Спасибо, Наташа, что этим утром вы были с нами. Спасибо. Добрым утром, Вася. Добрым утром. А мне остается только попрощаться с вами, пожелать вам всего самого-самого наилучшего. Улыбайтесь, улыбайтесь, берегите себя и любите друг друга.